МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Семейное счастье – это он, она и безграничная любовь. Любовь, которая проверяется временем и трудностями. Или... Черт побери. Автомобилем. В нашем шоу мужья обязуются научить своих жен водить авто всего за три дня. А надо газовать вот так. Крутятся колеса машина, едет. Мы едем. Что за знак? Парковка. Уже на четвертый день они сдадут экзамен профессиональному автогонщику. Может, на тебя давят мои титулы? Ух ты. И лучшая из двух учениц принесет своей семье денежный приз. Только они еще не знают, что их семейной клятвии в горе и в радости предстоит пройти настоящий тест на прочность. Ты меня хоть чуть-чуть любишь? Тебе важнее она или я? Научи жену грудить, как научишь сможешь пить. Знакомьтесь, наши участники семья Демьяненко. Меня зовут Игорь, мне 36 лет. В своей жизни я поработал на дядю и понял, что это не мое, как бы лучше работать на себя. Поэтому открыл ЧП небольшое и занимаемся вентиляцией и кондиционированием. Я счастливый человек. У меня есть все. Квартира, две любящие женщины, Лерочка, дочка и Настенька, жена красавица. Меня зовут Настя, мне 30 лет. В 12 лет я занималась модельным бизнесом профессионально. Четыре года назад я родила дочь. Несмотря на то, что мне 30 лет, я за собой слежу. И благодаря этому я смогла вернуться в модельный бизнес. После того, как я встретил Настю, я понял сразу, что это моя будущая жена. Мы прожили два-два с половиной месяца вместе. Потом я взял паспорта и мы поехали в ЗАГС. Когда я спросила Игоря, куда мы едем, он ответил мне, увидишь. Именно для участия в проекте я купил автомобиль для Настени, в котором она будет ездить. Я благодарна, что Игорь согласился, что он пошел на этот шаг для меня. Потому что я устала ездить на общественном транспорте, на такси это дорого, постоянно на кастинге. Все-таки я такая блондинка-блондинка. Я очень невнимательна и страшновато, честно говоря. Я привык побеждать. И если я что-то начинаю, привык доводить до конца. Поэтому я считаю, что в этом проекте победим мы и тут без альтернатив. А это их соперники Андрей и Аня Синицы. Меня зовут Андрей, мне 34 года. До недавнего времени я работал в крупной фармацевтической компании. Но в связи с сокращением некоторое время был в поисках работы. По образованию экономист и уже месяц, как я работаю таксистом. Аня у меня особенная. Людей с таким сильным и волевым характером я еще не встречал в своей жизни. Меня зовут Анна, мне 30 лет. На протяжении года я обеспечивала быть сама. Две работы. Днем я работала флористом, а вечером я две тренировки вела. Вечерние каждый день. Немножко устала, износилась за это время, за этот год. Ну, когда в отношениях не очень все хорошо, то всегда тяжело об этом говорить. Это моя любимая машина. В ней существуют правила для всех пассажиров без исключения. Даже для моей супруги. Пить, курить, употреблять пищу – это табу. Иначе это чревато серьезными проблемами. Мне необходимо научиться водить машину. Я надеюсь, что Андрей запасется терпением и научит меня водить. Привет, очаровательные. Это шоу «Научи жену рулить». Я его ведущий Денис Косяков. А это человек, который может выполнять полицейский разворот не только в компьютерных играх. Валерий Шевелев. Именно. Актер, шоумен, сценарист и телеведущий. Да-да-да, это все я, Денис Косяков. Но это не так важно. Главное, что вас, мужья, я отлично понимаю. Потому что и сам учил жену рулить. Как память об этом, у меня осталась пара седых волос и отличный сюжет для ночных кошмаров. Итак, запомните. Если вы решили принять участие в нашем шоу, я ваш лучший друг. А я нет. Для вас я Валерий Витальевич Шевелев. Профессиональный автогонщик. Чемпион, инструктор по экстремальному вождению и просто самый виртуозный водитель из всех, кого вы знаете. Запомнить обо мне вам нужно лишь две вещи. Во-первых, ваша победа всецела в моих руках. И во-вторых, мне абсолютно безразличны женские слезы. Знакомься, это Андрей и Аня, а это Игорь и Настя. И скажите мне, мужчины, почему вы пришли на наше шоу? Потому что так любите своих жен или все-таки потому что хотите развестись? В любом случае вы по адресу. Потому что здесь вы сможете и проверить ваши чувства, и, если что, найти подходящий повод. Ну, Денис, давай откровенно. На нашем шоу еще никто не развелся. Но много нового интересного о себе узнали мужья и жен. За три дня больше, чем за всю жизнь. Ровно столько есть у вас, Андрей, и у вас, Игорь, чтобы научить своих жен хоть как-то водить автомобиль. А на четвертый день вас, очаровательный, ждет экзамен, принимать который будет Валера. И после которого одна из вас получит наш главный приз 65 тысяч рублей. Сейчас я вручу вам эти планшеты. На них будут приходить ежедневные задания. Там же вы, барышни, найдете правила дорожного движения, которые нужно очень срочно выучить. Ну что же, мы начнем наше шоу, как только Валера вспомнит отчество Гоголя. Понятно. Васильевич, поехали! Ну, ребята настроены серьезно, целеустремленные. Я чувствую конкуренцию. У моего мужа 17 лет стаж вождения. Он успеет за три дня вложить в меня свои знания. Ну, какая-то девочка не очень уверенная в себя. Моя жена будет водить лучше, чем Аня, это я вам обещаю. Я буду очень стараться слушать своего мужа внимательно, и я его не подведу. Итак, перед нашими участниками автодром, учебный автомобиль и всего один день, чтобы мужья успели научить жен навыкам вождения. Настя и Аня попробуют заезжать в гараж, объезжать препятствия и покорять эстакаду. Это сцепление, а это тормоз? Выстави сидуху, положи руки. Так, нормально? Положи. Не соединяй ноги вместе. Раздвинь их, чтобы вот так вот. А я объясню сейчас, для чего необходимо раздвигать ноги. Чтобы не путались ноги между собой. Они были сжатые, и поэтому не совсем удобно было педальки нажимать. Ну, я не виноват, что ты такое платье делаешь. Так вот просто спрячусь. Интересно. С таких рекомендаций у нас еще никто не начинал обучение. А на что сделает акцент Андрей? Ну что, ты готова? Нет. Первым делом нужно пристегнуть ремень. У нас есть машинка, у нее три педальки. Я сцепление. Сцепление, тормоз и газ. Левая ножка у нас нажимает только сцепление, правая ножка нажимает газ или тормоз. Может, у Игоря все-таки получится объяснить доходчивее. Шестерни попадаются, другие шестерни. Чтобы отсоединить шестерни, допустим, двигатель отсоединить от коробки передач. Видел? У нее на секундочку отключился мозг. Ой, и собралась. Я, в общем-то, поддерживаю Настю. Ну, правда, зачем такой милой блондинке знать про шестерни? Выжми сцепление. Опять заводится? Да. Чувствую машину. Ты опять бросила сцепление. Я думала, что я сяду и поеду, а в результате я села и поняла, что я заглохла. Мне просто непонятно, куда ты рвешь. Человек не может объяснить, как тронуться? Он просто говорит, мне непонятно, что ты делаешь, почему мы глохнем. То медленно газуешь, то быстро, я тебе что? Я не умею. Мне вообще ничего не было понятно. Мне кажется, я объяснил настолько доходчиво и разжевал все по слогам. Почему она меня не понимает и оставалась загадкой. Может, у Игоря все-таки получится объяснять доходчивее? Нам нужно включить первую, немножко разогнаться, то есть погазовать, потом выжать сцепление, отпускаем газ, выжимаем сцепление, включаем вторую передачу, отпускаем сцепление и нажимаем газ. Интересно, о чем она сейчас думает. Я думаю, она думает примерно вот об этом. То есть просто белый шум в голове у человека. Трудно, да? Не ругайся матом. Заводить машину? Машина заведена. Ты чувствуешь, что она так трусит? Я думала, это кондер. Я думала, это кондер. Потихонечку начинаем ехать. Останавливаемся, выживаем сцепление, выжимаем до пола и до тормоздаем. И давим тормоз. Ну что же, обе барышни уже рулят. Аня вон даже змейку начала осваивать. Куда ты так торопишься? Я сама его вообще отпустила все. Тут нужно веселее крутить рулем, больше радиус. Все не трогай. Он боялся, что у меня не хватит сил развернуть руль. И меня это расстраивало, потому что это доказывало его неуверенность во мне. Колесики, колесики, колесики. И да, что это было, ты так и не обратил меня, там был пешеход. Что делать? Уже все. Нужно было собраться, более четко выполнять все мои команды. Мне казалось, что Аня меня просто не слышит. Конечно, девочки растерялись. Причем как одна, так и вторая. Еще бы, первый раз за рулем. Куда ехать? Налево. Что, сейчас уже, да? Да, сейчас уже прямо поворачивать налево. Теперь в эту сторону очень быстро, очень быстро выворачивай. Еще, 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 еще. Вот так, отлично. Вот теперь в другую сторону. Быстрее, 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 быстрее. Ногу на тормоз. Вот я говорю, что ногу на тормоз. Значит, нажимать на тормоз или просто? Нажимать на тормоз. А что на тормоз? Держать ногу. А, просто в голове нужно тормоз запустить. Я понял. Ох уж эти мужчины. Лишь бы посмеяться над женой. А растолковать, а научить. Аню, муж без лишних объяснений и мучительной подготовки, уже отправляет покорять эстакаду. На эстакаду целимся. Поехали, поехали. Оп, выжили сцепление, остановились. Нам нужно тронуться с ручника. Пи***ц в машине. Когда я начала заезжать на эстакаду, и у меня ничего не получалось, я поняла, что я зря пришла на проект, и вообще вождение мне не дано. Аня, все всем дано. Просто немного упорства, ну и знаний не помешало бы. Это я, конечно, об учителе сейчас. Фу, фак. Аккуратно, аккуратно, фух. Еще минус два года жизни, поехали прямо. Если бы она меня слышала и слушала, она бы заехала с первого раза, как я себе это видел. Итак, минус два года жизни Андрея, и первый день обучения Ани завершен. Да, три дня, шесть лет. А сколько отмерено ведь никто не знает. Начинаю волноваться за Андрюшку. Смотрите далее. Стоп, стоп, стоп. Я самая тупая ученица. Я три года не курила, хочу все, хочу все не курить. Ну ткнись, иди. Ай, Андрей, я не б***ь. Ты как радио. Еще раз что ты скажешь, сразу пауку трезь и все. Не получается. Это было плохо. Потому что тупая, наверное. Хотелось бы Аню утешить и сказать, что все тут в первый день у нас такие. Сейчас посмотрим, как Настя заедет на эстакаду. Вот эта вещь называется эстакадой. Зайка, давай, не опозорься, смотрят соперники. Давай. Угаску. Угаску, 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 угаску. Потихоньку, потихоньку, потихоньку. Останавливаемся. Останавливаемся вместе со сцеплением. Мне что-то очень нравится переносить их методы обучения на обычные школьные. Чтобы его так же учителя по математике. Дели на два, давай. Включаем передачу для начала, или будешь опять губами газовать. У меня к тебе большая просьба. Покажи, как газовать губами. Полностью отпусти ручник. Давай, Игорь, отпусти сцепление. Сцепление нужно было отпустить. Стоп, стоп, стоп. Я подумала, вот он и пришел. Мы, по-моему, сломали автомобиль. Это было смешно, мне кажется. Не знаю, по-моему, не смешно. Совсем не смешно. Хорошо, что полностью не слетели. Хорошо, что второе кольцо не поехало, потому что мы бы упали вдвоем. Вот и я о том же. Почти час вся съемочная группа снимала машину с эстакады. Кажется, Игорь решил больше не рисковать и продолжить обучение жены на ровной поверхности. Крутим руль. Не ржем, а крутим руль. Хорошо? Ты на картоне не решишь. Нормально. Что происходит с нашим автомобилем, да? Что ты про автомобиль? Смотри, как она прекрасно возит. Автомобиль-то починят. Блин, я самая тупая ученица. Тихонечко. Я почувствовала, что я хочу нафиг свалить отсюда. Я не хочу никакого проекта, что я вообще тут умру. Это не мое. Уже и мы начинаем подумывать, что вождение – это, Настя, не твое. Но оставляем 1% из 100, что сегодня просто не твой день. Забираем эту штучку. Что это? Эта штучка – это наш подкрылок. А-а-а. Я не на позитиве забираю такую штучку. Как бы это не мое, понимаете? Я не способна вообще водить машину. Да она ездить не умеет, я вам говорил. Да мы уже поняли, что не умеет. Кажется, нервная улыбка сошла с лица Игоря, и к вечеру он тоже осознал всю серьезность ситуации. Можно было вылететь полностью, разбить машину и самим еще покалечиться. Но у Насти собственный взгляд на происходящее. Блин, бред какой-то. Еще я виновата в том, что мы чуть не слетели со стакадой. Мы прекрасно знают, что я старалась, я делала все возможное. Я слушала его очень внимательно, и теперь он мне говорит, что это было очень опасно. Мне, конечно, стыдно, что я чуть не поломала вашу машину. Вернее, поломала ее. Я не знаю, простите меня, но делаю все, что могу, я стараюсь. Андрей, как и Игорь, также устроил разбор полетов. Ну, то есть вождение. Я сегодня пережил столько, что я пожелаю врагу своему. Ты, я думаю, морально должен был к этому подготовиться. Ты должна понять, если завтра ты в режиме города, допустишь такие ошибки непростительные, это будет серьезными проблемами нам чревато. Ты усвоила сегодняшний урок? Что это значит? Сегодня второй день обучения, а это значит, что девушки впервые выйдут в город. Аня, теперь твой выход. Селфи будут? Что нужно первым делом сделать, когда садишься за руль? Настроить зеркала. Селфи. Я люблю делать селфи, я стараюсь запоминать такие интересные моменты. Мне потом прикольно пересматривать и вспоминать. У меня и руки дрожат. Господи, помоги мне. С Богом. Так, пришло задание от ведущих. Здравствуйте, Андрей и Аня. Сегодня вы впервые выезжаете в город. Но прежде чем сделать это, вам, Игорь, необходимо проверить свою жену на знание правил дорожного движения. Первое. Что в первую очередь обязаны сделать водители, причастные к ДТП? Вызвать ГАИ. В первую очередь должны остановить автомобиль. Дальше. Вызвать ГАИ. Ну, отлично, по-моему. Если при приближении к перекрестку вы обнаружили, что дорога за перекрестком закрыта, там пробка. Что вы должны сделать? Объехать. Отлично. Объехать перекресток. Я ненавижу водителей, которые выезжают на забитый перекресток. Которые видят, что за перекрестком стоят машины и выезжают на перекресток. Это худший грех. Объехать пробку. Если за перекрестком пробка, ее нельзя объехать. К ней нельзя даже подъезжать. Стоишь и ждешь. Что означает разметка в виде надписи «Стоп» на проезжей части? Сейчас. Мы всю ночь учили правила дорожного движения и знаки. У меня сложилось впечатление, что у Ани просто отшибла память. Это значит, что нельзя ехать без остановки. То есть перед этим знаком нужно обязательно остановиться и поехать дальше. Отлично. А теперь отправляйтесь в город и будьте внимательны на дороге. Андрей, ваша задача проверять жену на изнание знаков, которые будут встречаться вам по пути. Удачи. Девушки, остается надеяться, что пробок не будет и у вас все получится. Но на месте водителей от выезда в город я бы сегодня воздержался. Газуешь губами сейчас. Губами газуешь. Газуй губами. Губами газуй. Я не понимаю, как это газовать губами. Для меня это непонятный способ обучения. Давай, давай, отпускай сцепление. Поехали. Сцепление выжни. Нажми на тормоз. Выжни сцепление. Ну ты что, мне не соображаешь? Зака, ну перестань. Так а что ты сидишь колупайся? Ты представляешься, а не х*** над кем? Ты не нервничай. Ты слушай меня внимательно, хорошо? Да ты не нервничай. Ты не нервничаешь, я нервничаю. Ну так я нервничаю, потому что ты ехать не можешь. Ты хочешь научиться. Ты же просила меня научиться. Да ты иди спорь, закрой рот. Ну слушай. Гениальный диалог. Чехов бы обзавидовался. Главное с нуля, с ничего. Просто и кульминация. Да, активное начало второго дня. Что же будет дальше? Что обозначает вот этот знак? Это был вопрос. Итак, новый знак «Прямо». Я о таком в ПДД не читал. Впереди какой знак? Впереди знак. Такой? Что? Знак «Впереди» короче одним словом. А есть еще такие знаки, да? Есть предупреждающие, есть запрещающие, есть разрешающие. Раз не знаешь знак, сразу оплю уху. Правильно? Правильно, Сэка, я это люблю. Я обожаю, как ты меня бьешь. Как она прекрасно реагирует на угрозы. Я поражаюсь. Еще раз что-то скажешь. Сразу пауку. Треть и все. Не улыбайся, ей сосредоточься. Зайка. Улыбишься, едешь. Давай, блядь, зайкаешь. Заткнись и едь. Заткнись и едь, заткнись и едь. Попробуй в жизни хоть раз. Да, мы можем, конечно, шутить, но атмосфера в машинах заметно накаляется. Пропускаем. Пропускаем. Я еще так в жизни своей ничего не боялась. Меня, как водителя профессионала, раздражают неопытные водители, которые создают заторы. И Аня показала мастер-класс, как не нужно ездить в городе. Я три года не курила, хочется осень курить. Можно повеситься, выйти? Не едь так быстро. Не быстро, совершенно не быстро еду. Заткнись и слушай, не блядь мне это самое. Я тебе говорю, сейчас едешь ему в жопу. Еду ему в жопу. Не пререкайся, пожалуйста, просто слушай, что я говорю. И все. Ты начинаешь шумничать опять. Я сейчас в репу дам, блядь. Поехали. Я же слюни начал лететь. Конечно, так кричать. Все, лобовое стекло заплюешь. Чего он лезет? Берет меня. Притормози. 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 Ну, что ты? Переключи. Все, все, все. Куда? Можешь ему посигналить, чтобы он не лез. Дистанция, тормози. Андрей, ты как радио. Я не радио, я ее муж. Если я говорю, что нужно что-то сделать, значит, это нужно делать. Не огрызаясь при этом. Бугарки, береги машину. Это будет катастрофа, если ты будешь так завтра ехать на моей машине. Не могу. Быстрее. Начала бросать руль, кричать. Я не узнавал свою жену. Давай, быстрее, быстрее, быстрее. Сцепление выжми, пожалуйста. Смотрим по зеркалам, не забываем. Там красный. Можешь закруть рот? Стричная палочка. Тут столько светофоров. Я не могу столько раз устанавливаться. И сигналили, и подрезали, и влазили, и не пропускали в пробке. И все это, ну, очень нервно было для меня. Блин, ну не бросай сцепление, я тебя прошу. Ну не бросаю я его! Ай, нет, не первое. Может, надо выжить сцепление? Я выжила! Мужчина, который со мной долгое время живет, и тут на меня повышает голос, просто из-за того, что у меня что-то не получается. Меня это обижало и злило. Да, терпение и выдержка – это не самые сильные качества наших участников. Едем, 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 газуем, 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 по сигнале этому гусю. А если не поймет, то плюнешь ему в лицо. Вот, останавливаемся, ты видишь, он прип*****. Ох, не смею, блядь, подъезжай к нему, нахуй, ебанно. Ничего себе. От таких слов уши завяли у всех водителей в округе. Остановись, ну люди идут, ну что, в них поедешь или что? Ты в них поедешь или что, говорит? Я не еду в них. Игорь, это тебя вчерашняя история с эстакадой так изменила? Блин, ну я же не дурочка, я же не газую там. Они успевали спокойненько пройти, и ничего там страшного не было. Ручник, быстро! Мне было обидно, когда он кричал. Я ненавижу, когда он на меня орет. Ты просто спорить начинаешь, мне это не нравится очень сильно, что ты споришь. Вообще не нравится, что ты споришь. Будешь спорить, я буду орать на тебя. Ори. Ты хочешь для проекта лицо посвергать или хочешь научиться? Я не могу понять. Если для проекта... Почему не посвергать лицо? Ну тогда садись, будем учиться ездить. Завершили свое обучение сегодня и Аня с Андреем. Ты меня до истерики доведешь. Меня уже довел. Я хотела выйти и повеситься, и все, и больше никуда не ехать. Аня, что за мысли? Еще даже не выезжали в город на семейных авто. А похоже, именно это Аню и пугает. Я всегда такая сильная, а тут я с какой-то машинкой не могу справиться. Поэтому я переживаю, чтобы после проекта он... Ну, не обижал меня тем, что я вот с такой легкой поставленной задачей не смогла справиться. Поверьте, это, наверное, еще не предел его злости. Я так подозреваю, что вот завтра будет эпицентр. Дома я на нее не повышаю голос, дома она повышает, дома Аня пытается руководить. Настал третий день обучения. День, когда наши участники впервые сядут за руль своего семейного автомобиля. Вот только для Ани и Андрея он начался с неприятности. У любимой ласточки отказал двигатель, и ребятам пришлось одолжить машину у друзей. Ну, а что, тоже выход. Главное – это не сходить с дистанции. Ремонт двигателя – это просто какая-то катастрофа. Я боюсь. Держи. И давай будешь привыкать. Я не могу, я не могу, я не могу. Я боюсь. Впервые в жизни я видел, чтобы Аня была успокоительная. Заводи. Нам нужно режим драйв. А для Насти сегодня особенный день. Она впервые садится за руль собственного автомобиля, который прямо накануне проекта подарил ей муж. Ключ. Пристегиваем. Мне было очень страшно. И ничего, я не знаю, что она переживала. Конечно, свою машину жалко, тем более, что он мне ее только купил. Она же новенькая. Поставлю чуть ближе сидение, чтобы за руль успеть схватить, если что. Разденься пока. Кайф время. Мы показываем левый поворот, да, о том, что мы выезжаем, при этом мы пропускаем все. А я забыла, где тормоз. Твою мать. Это же автомат? Как можно забыть, где тормоз? Ты же две педали, ну как? Притормози, притормози, говорю. Дистанцию. А-а-а! Тьфу! 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 В океане страшнее, конечно. Настраивайся и за руль. Вон Настя под четким руководством мужа уже рулит. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Сигналить будет всегда, особенно первое время. Высовываешь в окно средний палец и едешь дальше. Пришло задание. Ну что, Настя рулит, Аня тоже вроде бы пришла в чувство. Настало время первого задания. Здравствуйте, Игорь и Настя. Вам нужно забрать ваших пассажиров возле торгового центра и отвезти их на концерт. Ких, х**. Возле ближайшего торгового центра вам необходимо забрать пассажира. Да издевательство! Ой, ты каких пассажиров давать? Ну, это был капец. В тот момент я сидел и думал, господи, помоги. Только бы, чтобы это был не сын. Ты еще круче, чем я. Ты можешь, не находясь в машине, довести девушку до слез. Смотри, в ряду едь. Смотри, ты поджимаешь машину. Ты что, не видишь? Ой, точно. Едь по ряду по-своему. Вот если нету светофора, то кто имеет преимущество, трамвай или автомобиль? Конечно, трамвай. Потому что, ну, сложнее тормознуть. А если там бабки сидят, тогда кому? Где? В трамвай. Смотри, какие подожди. Ну, ставь. За 70. По 80, тогда 100% трамвай. Если в трамвае бабки старше 70 лет, нужно уступить дорогу. Если бабки помоложе, 50-летние, знаешь, как Мадонны, вот эти вот, моложавые бабки, тогда пускай подождут, я проезжаю первая. В машине у Насти и Игоря даже юморок поселился. Это хороший знак. А вот у второй пары сегодня настроение драматическое. Тон задает Аня. Помним, что левая нога у нас не учат. Поклянись, что ты со мной не разведешься после проекта, если я не выиграю. Мне хотелось в этот момент почувствовать таким образом его поддержку. Глупенькая. Но, к сожалению, я ее не получила. Тем временем Настя и Игорь уже готовы забрать своего пассажира. Итак, бонус за хорошее настроение в машине у модели фотограф. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы не боитесь решить, что я за рулем? Нет. Куда вам ехать вообще, молодой человек? Мне в центр. Наконец-то доехали до своих пассажиров и Аня с Андреем. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Чего вы так долго? Мы вас так долго ждем уже. Привет, мы уже тут замерзли. А барышни-то разговорчивые попались. Но настоящие артистки. Скажите, если на сцене танцует балет, вот сексуально классные девочки, вот клево будет, если к вам подойдет какая-то девушка из балета, будет вас там потрогать, обниметь. Пальчишка, откажите. Главное, не отвлекайся, я тебя прошу. Девчонки отвлекали Андрея, и мне стало легче, потому что Андрей перестал как радио фонить рядом. Надо же, думали усложнить они жизнь, а оказалось облегчили. Хоть не плачет уже и то хорошо. Надеюсь, угодились фотографам и Насте. Она же так хочет продолжать карьеру модели. А вы можете чуть-чуть ко мне в полоборота, потому что такой у вас профиль красивый. Ты сейчас кого имеете в виду? Девушку. Сейчас посмотрим, что в Насте первично, водитель или фотомодель. И чуть-чуть направо посмотрите, немножко. Не нужно никуда смотреть. Ой, отлично, можно вот так же еще раздевать. Мы едем, мы едем, да, уже едем. Слушай меня. А можно с зеркальца посмотреть? У вас там, ну, после... Ой, ой, аккуратно, аккуратно. Анечка, притормози, притормози. Анечка, не отвлекайся. Поехали, быстрее, Анечка, поехали. Анечка, что обозначает этот знак? Это значит, по четным числам можно стоять. По каким четным числам? По выходным дням. Каким выходным дням? Проезд машинкам запрещен когда? По выходным дням. Нет, Анечка, два, два тебя, Анечка. Зимой, Анечка, запомни, снежинка, это зимой, да. Но не знала Аня, что снежинка, это значит зимой. И не страшно, наверное. Главное, что пассажиры в целом и довезла. Хорошо, выстукайте. Можно поменяться с вами местами? Нет. А в машине у Насти и Игоря фотограф вошел в раж. Жаждет все новых и новых фото. Я просто увидел такую потенциальную девушку. Мне это неинтересно, на самом деле. Мне это неинтересно, вообще. Как-то очень у вас неискренне сейчас получилось. А так, мне это совсем неинтересно. О, вот так отлично. Нет, нет, нет. Я ни капельки не хочу сниматься. Неужели я непонятно сказала с первого раза? Только еще раз. И вот так же, вот смотрите на меня так вот, не сходите. Я понимаю, конечно, что ты уже сниматься хочешь. Профессионально. Просто так не исперелся, Зайка. Ты мне сейчас говоришь? Нет. Едем прямо. Чуть-чуть. Едем прямо. Прямо молодой человек не мешает. Я немножко. По его мешанию меня раздражало. Он лез в свои камеры мне перед глазами. Оттормаживаемся. Уберите, пожалуйста, руку. Это 5 баллов. Это просто прекрасно. А фотограф-то попался настойчивый. А можно было... Сейчас волосы распустить. Нет. Чуть-чуть. Трогайте, пожалуйста, руками. Молодой человек, трогайте руками. Я все-таки расправлю вам волосы. Не трогайте. Я говорю, выйдешь из автомобиля. Я понял. Давай, остановимся. Останови автомобиль. Смотрите далее. Я знала, что с этим заданием мы не справимся. А видно, что у меня сейчас глаз дергается, нет? Включи свои мозги. Вспомни эти дороги. Ты здесь съездила миллион раз. Включаем заднюю передачу и обравниваем попочку в ту сторону. Ох, ничего себе остановка. Самое главное – это в город выехать и не привезти на лобовухе бабушку, понимаешь? Я говорил, вы выйдете из автомобиля. Я же художник. Выйдите, пожалуйста, из автомобиля. О-о-о-о, что началось? Я могу. Выходите, выходите, выходите. Вы можете выйти из автомобиля. Выходим, выходим, выходим. Меня раздражало то, что он трогал ее за волосы, дотрагивался до нее. Я попросил не трогать. Я попросил не трогать. Ну все, отойди от автомобиля. Отойди от автомобиля. Ну вот зачем вы так? Мы поняли вас. До свидания. Ну послушайте. Закройте дверь. Поехали. О да, мужская ревность – вещь опасная. Тут шутки плохи. Ну что же, тогда время третьего задания. Следующее задание ведущих. С этого момента Аня будет ехать домой самостоятельно, комментируя каждое свое действие. Каждая ваша подсказка жене будет стоить вашей паре 6,5 тысяч рублей. Удачи. Я знала, что с этим заданием мы не справимся. Я почувствовала чувство разочарованности, чувство страха, чувство жуткой депрессии. Удачи. Это было немножко несправедливо, потому что мы еще не заработали эти деньги. Справедливо, несправедливо, но задание выполнять все-таки придется. И пока Аня пытается справиться со своей очередной истерикой, Настя уже готова начинать путь без подсказок. Нужно перестроиться, да, Зайка? Подфигуешь. Он может остановиться, выйти и объяснить правила дорожного движения, если человек не прав. А видно, что у меня сейчас глаз дергается, не? Игорь, а видно, что у меня уже глаз дергается от твоих криков. Спокойнее будь, друг. Что ты, б***ь, делаешь? Ты не видишь машину там? Ты чуть не ухлала ее. Стоп, 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 стоп. Повороты включай. Перестраивайся, включай повороты. Нам, короче, направо нужно ехать. Да, 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 вот езжай. Припарковаться надо. Стоп. Две, три, четыре, пять подсказок. О да, скоро Игорь нам будет должен. Ну что же, выигрыш не главное решили Настя с Игорем. И заведомо проиграв почти все деньги, первыми доехали домой. Зато с целыми обшинами. Ну, лучше проиграть 6,5 тысяч. Все-таки человеческая жизнь, ну, как бы и автомобиль, чтобы целенький был, это все-таки важнее, чем там деньги, правильно? Тем более выигрыш это не главное в нашем случае. В нашем случае главная победа. В нашем случае главное наорать на жену! Стресс от того, что ехала сама домой, это страшно. Спина вся мокрая. У меня голова разболелась очень сильно, потому что я очень нервничал. У нас в семье это нормально. Если есть за что повышать голос, пусть лучше повышает голос, но будет мужиком. Во всем остальном он идеален. Тем временем Аня наконец-то сумела справиться со своей истерикой, взяла себя в руки и отправилась домой. Темнело. Я не знаю вообще где. Притормози просто. Первая подсказка налицо. Вот здесь проезжай. Где? Я вынужден был ей подсказывать, потому что если бы я не подсказывал, мы бы непонятно, когда приехали домой. Включи свои мозги, вспомни эти дороги, ты здесь ездила миллион раз. Интересно, а включи мозги, это можно расценивать как подсказку? Если мозги есть, то да. Я сидею тут вот с тобой рядом, честно. Можешь выйти. Можно, да? Тебе подсказывать все равно уже нельзя. И деньги ты тоже все просрал. Как мы едем? Это вопрос был. Я не хочу тебя слышать. Если тебе что-то не нравится, можешь выйти с машины вообще нахрен. Темпераментная. Иди в жопу, блядь. Была стрессовая ситуация, и очень разладились отношения. И я вообще думала, что пойдет каждый в свою сторону, и просто пластиком сотрется все воспоминания. Встала я от Андрея за эти дни жутко. У меня такое ощущение, что он как специально все рушит. Да нормально тебе объяснял ты что? Нормально, когда я тебя прошу, поспрашивай у меня правила дорожного движения, открывай интернет и спрашивай в интернете, смотри. Вот так ты мне помогал. Весь проект. Не ори. Закройся. Все, мы запарковались? Все, мы запарковались. Точно? Точно. Куда мы едем, е**ть твою мать? Я запарковалась. Ты реально с меня сегодня уже всю душу гулял. Я тебя ненавижу. Закрой рот свой. В очередной раз Андрей показал еще раз, что я говно, а он король. Ну что ты? Это совсем не так. Я просто очень переживал за тебя. Ты за себя переживал. Если бы ты вышел, вообще все было классно. Пока Аня и Андрей ехали, ругались, ругались и ехали, Настя и Игорь отправили им видеообращение. Привет, ребятки. Как вы там? Привет, конкуренты. Настя уже уверенно будет автомобиль. Без моей помощи может доехать в любую точку города. Я уверена, что не все так хорошо у них. Как они говорят? А хвастаться нехорошо. Наша конкурентка, она очень не уверена в себе. Очень. И я думаю, что это будет самым большим ее недостатком. Я не настолько серая мышка, как они могли обо мне подумать. И если надо показать кулаки, я их покажу. Удачи вам, ребята. Надеюсь, вы нас не подведете и проиграете. Аня и Андрей, несмотря на недавнюю ссору, решили, что нельзя оставить конкурентов без ответного послания. Так, нам пришло новое видеосообщение. Я надеюсь, что вы не разругались, потому что в нашей семье была небольшая война. Но у нас все хорошо, мы научились ездить, и победу просто так мы вам не отдадим. Можете даже не рассчитывать. Вот так мы лучшие. Какие-то неуставшие. Мы выиграем. Сегодня решающий день. День экзамена. Именно он покажет, кто из мужей действительно сумел научить жену рулить всего за три дня. Привет, чудесные. Рад вас снова видеть. И ответьте мне на один вопрос Ани и Насте. Что такое помеха справа? Это когда с правой стороны нужно пропустить транспорт. А я думал иначе. Я думал, что это муж, сидящий на пассажирском кресле. Так что, барышни, хочется поскорее узнать, кто же станет обладателем нашего главного приза. Настя, прошу. Ну что, блондинки всей страны, держите кулачки. Настя сдает экзамен. Когда я села в машину по Лере, стало еще страшнее. Потому что вот он, судный день настал. У тебя муж учил руль крутить? Да. Незаметно. Задача проехать по стрелочкам между колесами. О-о-о. Опасно. Это серьезный маневр. Ух ты, ничего себе. Это было колесо одно. Я лох. Вот блондинка, она и есть блондинка. Правда? Да. О чем тебе этот знак говорит? Без шлагбауна паровозик. Без чего? Без... Без ничего. Без знак впереди, короче, одним словом. Я спрашиваю, как ты сказала? Без шлагбауна. Ага. Без шлагбауна. А предпоследняя буква в слове что? М. Эмма. А что сначала Н сказала? Я так волнуюсь. Будем парковаться в гараж задним входом. Настя, ну ты не должна выехать. Ну я же лучше, должна я выиграть в конце концов. Включаем заднюю передачу. И обравниваем попочку в ту сторону. Свою? Машины, ну. Машины нет попочки. Машина есть перед и зад. Я так понимаю, зеркала тебе в автомобиле не нужны. Зеркала? Какие зеркала? Все, я заехала. Моя школа. Я не выйду. Заяд задом, тебе не защита. Так, ну что, твое любимое упражнение. Поехали. Что такое? Боюсь этих эстакад, честно говоря. Сейчас посмотрю, когда Настенька поднимется на эстакаду. Главное, чтобы Настенька на нас не слетела. Да-да, все помнят, Настин заезд на эстакаду в первый день. Я боюсь ее очень. Боже, я сидела, у меня правда темнело в глазах. Мне было настолько страшно. Останавливаемся. Ниже земли не упадем. Да. О-е-е. Гори, сцепление, гори. От винта. Похоже, Настя решила, что она на взлетной полосе. Так, ну это почти спаленное сцепление. Фу, ты шо? Сожгли сцепление называется. Так еще сцепление нам никто не палил. Теперь едем сдавать экзамен куда? В город. Слава богу. Любишь, да? Поехали. В принципе, у нас будет сегодня вторая передача или нет? Будет. Когда? Сейчас. О чем этот знак говорит? О, что даже остановка запрещена, не то что стоянка запрещена. Что ты делаешь? Почему ты всех пропускаешь? Ну я вежливая. Черная стрелка на белом фоне. На букву Р движение называется. Редитивное. Редитивное. Редитивное? Это как? Блин, что вы делаете? Мы только что чуть в него не заехали. Кого? Человека впереди. По-моему, Настя даже препятствий не заметила. Ты не собираешься его пропускать. А Настя-то, смотрю, не испугливых. Фуры, люди, все равно. Настя едет. Ну что, Зайка? Тебе было хорошо? А с кем тебе больше понравилось? С мужем или с Валерой? Конечно, с ними обоями. Ты понял? Такого ответа я еще не слышал. Эх, опять я не при делах. Ну ничего. Пойдем дальше принимать экзамен. Пришло время продемонстрировать свои навыки вождения и Ане. Как оцениваются шансы на победу? Шансы достаточно высоки. Не зря я трудился эти дни. Победа должна быть за нами. Едем сразу по змейке. Хорошо. Надеюсь, сейчас она немножко ошибется. Чтобы проехать змейку, что надо делать? Выбавлять хорошо руль. И еще? Добавлять немножко газиков. Настолько мне с Валерой уже было проще ехать, что я вот просто вот, как будто бы я сто лет за рулем сижу. И выкручивай, выкручивай. Есть. Хорошо. Ай, приехала. Так, у нас получилось проехать. Заезжаем в гараж. Задним ходом. Ой-ой-ой. Да, снесла стену. Она допустила ошибку. Ох, ничего себе остановка. Ё-моё, а ты что, ты веришь, она просто водитель-профессионал. Если бы я был не пристегнут, а рассек бы себе лоб. По-моему, неплохо. Это стена. Будете через мою дверь выходить. Я пассажир, не хочу выходить через дверь водителя. На эстакаду. Я просто представляю, как сейчас она жутко нервничает. Она больше всего боялась выполнения этого элемента. Расскажи мне, как заехать на эстакаду и не откатиться назад. Ручником регулировать. Почему скатились назад? Не знаю. А ты сцепление собираешься отпускать? У меня тряслись руки и ноги, и я просто вообще не понимала, что мне дальше делать. Ф***, это эстакада. Я ее ненавижу. Ну же, соберись. Я тебя прошу. Я тебе посылаю этот посыл. Отпускайся. Ура, я это сделала. Засранка такая. Сейчас нас ждет экзамен в город. Самое главное, это в город выехать и не привезти на лобовухе бабушку. Понимаешь? Вот я всегда так делаю, если мне сигналят. Просто они когда сигналят, на меня это вообще ужасно влияет. Почему? Ну, потому что я начинаю все делать не так и нервничать. А может, на тебя кричит, когда вы... Очень кричит. Когда кричит, я вообще, у меня мозг отключается, и я перестаю вообще соображать. Я вообще делаю, что попало, лишь бы он чуть-чуть перестал кричать. Так и будем на первой передаче ехать? Знаешь, что о тебе думают? Думают, что я унылое говно. Это один из вариантов. Мы едем по встречке. Я в курсе, да. Да? Ну, там просто машина на встрече. Вижу, я просто успевала. Кем было лучше ездить, с мужем или со мной? С вами. Какие шансы на победу? Есть шансы на победу. А давайте услышим мнение эксперта. Вы услышите его чуть-чуть позже. А вот я его услышу сейчас. Пойдем расскажешь. Экзамен завершен, все ошибки допущены. Осталось выбрать того, у кого их меньше. Ну что же, пора огласить результат. Ну что, друзья, мы готовы огласить наше решение. Итак, что мы имеем? Мы имеем двух водителей одинакового уровня подготовленности. Кому же в таком случае мы должны вручить наш главный приз 65 тысяч рублей? По правилам нашей передачи, в таких случаях при прочих равных победить должны блондинки. Сказал бы я, если бы это было правдой. Но, разумеется, мне нужно как-то аргументировать свою позицию. А аргументация в данном случае очень проста. Аня, вы создали аварийную ситуацию. Подвергли жизнь моего хорошего друга опасности. Я, разумеется, говорю про наш автомобиль. Соответственно, Анастасия, вы победили. Вы, если бы не допустили две аварийных ситуации. Победа ваша. Поздравляю. Но по правилам нашего шоу вы получаете ваш выигрыш с вычетом штрафов за подсказки в вашем вчерашнем задании. Я выиграла, и это моя победа, это наша победа, потому что водить я умею. Я не заслуживаю. Я расспросу, что мы проиграли. Все-таки хотелось победить. Победа, это наша победа. Я благодарю Андрея за то, что он передал мне свои знания. Ура! Это было шоу «Научи жену рулить». Шоу, где жены учатся, мужья мучаются. Ну а мы... А что мы? Мы развлекаемся. Увидимся на телеканале «Ю». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова